Всем привет! Привет! Сегодня мы покажем вам обстановку в Крыму, а точнее в Ялте. Мы едем сначала в конфетти, в банкомат, а потом на Бакалею. Так вам чуть-чуть засниму, как, что происходит. Заедем на заправку, на ТЭС в Кризе. Тоже там засним цены покажем, как ходят ли в масках. Ну и так, обстановочку, небольшой будет такой ролик. Так что смотрите дальше. Добрый. Третья колонка, 95-я, добрый. Вот заехали мы на ТЭС заправку. Заправляемся мы здесь только. Ну, чаще всего, если едем куда-то далеко, и намного заправляемся. Цены. Сейчас масочный режим везде. Да. Да. 92-й, я справляюсь. Третья колонка, 95-й, на 520 рублей. Да, ну, там чтоб 10 литров было. Также здесь можно купить все, что угодно, разыгрываются у них призы такие всякие, собирать над наклейкой фишки. И для тех, кто не знает, скажу вам секрет, здесь есть туалет сбоку. Также здесь заправка газом есть, но пока что бытовой газ еще не заправляют. Сейчас как раз в такой период, когда осень, баркатный сезон, да, начинается, машин становится меньше на дорогах, пробок почти практически нету. Единственное то, что стройка вот на летом в Крыму, как, грубо говоря, она запрещена, чтобы не мешать отдыхающим. И камазы, и тракторы всякие не встречаются. Но вот как раз, когда летний сезон, летний сезон заканчивается, то выезжают как раз камазисты, трактористы и немного задерживают путь. Они едут со скоростью 30-40 км в час, из-за этого только образуются пробочки. Но таких прям глухих пробок стоячих нету. Единственное, если так вот, ну, перед крупными городами, да, там Севастополь взять, Ялту, люди на работу едут, понятно то, что вот эти, как там, час пика, он все равно в любом случае останется. А так ездить по таким местам, по более пустым дорогам, еще они так в лесочках многие, это очень красиво. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, красивый, конечно, центр Ну, в принципе, его давно уже построили, да? Ну, по-моему, как мы сюда все время приезжали, даже при Украине здесь был Ну да, потому что Сельпота есть и магазин, то он еще украинский Здесь есть котов, кафе, фудкорт на третьем этаже, магазин Спортмастер, карики, такие популярные Ну да Ну да Ну да Здорово! Здорово! Сколько мы здесь были, сколько мы здесь были, я ни разу сюда не ходила Вот там автомат все эти катакты Здесь находится капешка, айсберг называется И тут вот внизу катакт Кстати, школа хоккея Москва Мы тут как-то заходили сюда один раз И там как раз играли Родители сидели смотрели Вот, менюшка Ух-ху-ху-ху-ху-ху-ху Тут же сразу раздевалка, можно свои коньки заточить в шкафе. Тут пахнет хлоркой, причем так сильно. Вот сюда, видите, кафешка уже. Проход запрещен сюда наверх. Тут кафешка, а там внизу каток. Теперь кто захочет приехать в Крым и покататься на коньках, пожалуйста. Такого бы вживую увидеть, чтоб над головой пролетел. Не, ну выглядит, конечно, как живые, хотела бы себе домой такую птичку. Ну вот, кари есть где... а, литуаль. Все как у людей. Здесь магазин DNS находится. Мы там уже, что мы брали, машинку там брали и этот... Стираем как-то. Да, и бойлер. Да, и что, мы там много все брали. Блендер. А, ну да. Мы как-то в Москве начали покупать. Мы там покупали компьютер, потом еще что-то, так и продолжаем, в принципе, им пользоваться. Но Сильпо, конечно, магазин, который находится на самом нижнем этаже этого здания, компетит торгового центра, он, конечно, дорогой. И дорогое там, в принципе, все. Ну, может быть, овощи там, фрукты, может быть, такие же, а... Ну, там нет, они, по-моему, там дешевле, только по качеству они там не очень. Ну, по качеству, да, мы тогда видели и белесые такие были, и гнилые, вот. Но все остальное там дороже. Мясное, ну, короче, все товары, алкоголь, все. Даже там, где пишут скидка, то, что типа скидка, на самом деле нифига это не скидка. И, короче, все равно выходит в любом случае дороже, чем вообще в любом магазине, в котором мы были в Крыму. Даже в соседях дешевле. Ну, единственное, там вот много готовых, там вот салаты какие-нибудь, курочку взять. Да, но мы... Очень большой выбор. Мы попали один раз, мы взяли бекон или какую-то нарезку, короче, какую-то взяли. А, ну это запакованное то, что. Ну, все равно открыли, и она оказалась поличкой. А так мы тогда брали, там, два салата, по-моему, что-то там и курочку. Ну, да, готовую еду брали, да. Ну, и выбор хороший. Ну, в принципе, там нормально было, не тухло. Ну, таким, да, и можно закупиться. Ну, да. 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 Бакалею закупиться немножко. Сейчас покажу, что здесь. Зашли мы в палаточку овощную. Мы все время здесь покупаем сзади, которая палатка. А мясо этот, фарш для джуса мы берем вот в той палаточке. Но мясо там я не советую брать. Мы как-то уже брали. Один раз вначале было нормально, потом как-то оно с запашком. И сейчас туда заходишь, тоже отдает неприятным запахом. Вот. Взяли мы два пакета, ну, таких. Взяли мы соленья, тут грибы соленые, капуста. А. Ну, и здесь мы взяли овощи и там мандаринки. Все это вышло у нас там на 472 рубля. А. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok